Приветствую водометчики, с вами Михаил, компания JetWolf и хочу вам представить водометную насадку прямоточного типа и всю техническую часть по устроению этого водомета Все-таки, как собрать водомет, который вы приобрели? Вы купили основной элемент, это корпус водомета сживо 140 Предположим, у вас двигатель Tahatsu 50 Вы приобрели, как мы рекомендуем, 135 комплект СИО Сопло 70, 135 обечайка и 135 импеллер Также для установки вам нужно купить специальный комплект, переходной который подойдет только для этого мотора Есть идентичные моторы, Tahatsu 50, Mercury 50 Это разные бренды, но они абсолютно идентичны Это пластина, это вал и трубка охлаждения В первую очередь мы устанавливаем переходную пластину на наш мотор В данном случае это 6 винтов М8 на 35 Далее мы берем переходной вал Мы должны убедиться, что маркировка соответствует вашему мотору Предварительно нужно смазать шлицы консистентной смазкой И установить его на место До конца Далее Мы устанавливаем Через прокладку Переходную трубку охлаждения Она тоже не дуальна для каждого мотора Мы должны убедиться на маркировку, что она соответствует вашему мотору Устанавливаем 4 винтика Далее мы устанавливаем переходную муфту Шлицевую Она одинакова для всех типов мотора Подготовленный корпус нам нужно установить на наш мотор Далее нам нужно установить импеллер и обечайку Для этого нам нужно снять справляющий аппарат Нужно открутить 4 гайки Снимаем справляющий аппарат Обратите внимание Здесь сразу будут предустановлены шпонки И у нас применяются специальные регулировочные шайбы Они сразу с вырезом под шпонку Чтобы было проще в лесу не потерять их Шпонка, пускай стоит на валу, она не будет вам мешать Потому что все шайбы с этими вырезами Вы заметили, что сам вал у меня разрезной При снятии справляющего аппарата это очень хорошо видно Для чего это сделано? В основном для того, чтобы не было никаких гаек, которые крепят импеллер Это очень легко Можно снять импеллер в лесу, в других сложных ситуациях погодных И при этом у вас не будет проблем с регулировкой зазора Между импеллером и обечайкой Для этого нам нужно выставить зазор Подобрав количество шайб для регулировки импеллера Первонаперво нам нужно узнать, какое количество шайб нам нужно использовать в этом водомете с этим импеллером Они всегда будут в комплекте Устанавливаем без обечайки импеллер И устанавливаем в справляющий аппарат Обратите внимание Так как мы поставили максимальное количество шайб, которое у нас было Мы обнаружили зазор примерно в две шайбы Это говорит о том, что эти две шайбы лишние в данном комплекте Их нужно убрать Эту операцию нужно сделать один раз перед сборкой водомета Эксплуатация Далее Все, мы убираем две лишние шайбы Одна шайба И вторая шайба Они лишние Проверяем еще раз Установили импеллер Все, у нас плотно Вторая важная операция Это отрегулировать зазор между обечайкой и импеллером Мы определили количество шайб, которое нам необходимо Но важно определить еще и зазор Мы рекомендуем зазор между обечайкой и импеллером Примерно 0,1-0,2 мм Для этого нам нужно установить обечайку Далее установить импеллер Прижав его максимально Мы определяем зазор В данном случае у нас зазор Оптимален И мы не будем переставлять шайбы С переда На вал импеллера, который находится в справляющем аппарате Для чего это нужно? Так как наша обечайка стоит в одном и том же положении Она не двигается относительно вала Мы можем двигать относительно вала только импеллер Путем переставления шайб спереди В хвостовую часть импеллера Тем самым мы двигаем импеллер по валу К угловому редуктору Уменьшая зазор между обечайкой и импеллером Устанавливаем справляющий аппарат Для того, чтобы установить комфортно справляющий аппарат Нам нужно совместить наш шпоночный паз со шпонкой Чтобы он примерно находился в одном и том же положении В данном случае шпоночный паз импеллера Находится примерно на 10,5 часов Перед установкой справляющего аппарата Не забудьте установить уплотнение Это резиновое колечко На охлаждение трубки Закручиваем 4 гайки Далее мы должны установить сопло Или поджатие В данном случае у нас сопло 70 мм Это подходит комплекту 135 Для водомета Тахатсу 50, Меркурий 50 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова